Сегодня 13-я сессия Государственного Совета Чувашии рассмотрела 13 вопросов в повестке дня. О наиболее важных в нашем репортаже. Одна из самых важных новостей минувших дней – указ президента России о возобновлении выплат многодетным семьям. Напомню, что на этот год Чувашия выпала из перечня получателей социальных пособий как регион с хорошей рождаемостью. Теперь указом президента страны изменены критерии отбора. И в 2018 году республика вновь получит финансирование на эти цели. Серьезная работа в этом направлении проделана главой Чувашии. Он неоднократно обращался по этому вопросу к уполномоченным по правам ребенка в России. Решение, принято президентом страны, позволит увеличить число получающих выплаты многодетных семей в Чувашской республике. В настоящее время получателями выплат является более 4,5 тысяч семей. В настоящее время Министерством финансов Чувашской республики и Министерством труда и социальной защиты Чувашской республики ведется работа с правительством Российской Федерации в части определения порядка выплат. Почти половина вопросов это изменения в законопроекты и приведения в соответствие с федеральным законодательством. Так, министр экономического развития Владимир Аврелькин отметил, что необходимо согласовать изменения в госрегулировании производства и оборота этилового спирта. Они касаются списка населенных пунктов, где нет точек доступа в интернет для работы в системе ЕГАИС. Также депутаты внесли изменения в законопроект о защите прав граждан участников долевого строительства. Изменения уточняют понятия застройщик, полномочия властей и надзорных органов. Установлено определение понятия проблемный объект. В связи с изложенным проектом закона предусматривается внесение соответствующих изменений в закон Чувашской республики о защите прав граждан участников долевого строительства на квартирных домах пострадавших от 10 и без 10 застройщиков. Известно, что сейчас на федеральном уровне принят закон о защите обманутых дольщиков. Теперь каждый застройщик будет отчислять 1,2% от цены каждого договора долевого участия в общий фонд. Эти средства станут гарантированной защитой в случае непредвиденных ситуаций и сложностей в строительстве.